Ну что, поехали! Заключительная карта на сегодня! И мы узнаем, какая команда достойна последнего шанса, а какая всё-таки нет. Ну и теперь уже Энви будут обороняться. Тем временем Генжи занимает лонг. А вот защита проверяет центр карты. И там есть один игрок в нижней тэшке. Ай-яй-яй-яй-яй, заметили его. Но при этом тиммейты вот-вот будут проходить через лонг. И вроде как стягиваются. Посмотри, на себя всё внимание забирает Аутиматик. И просто на абсолютно свободную точку залетают Генжи. Да, ретейк будет сложен на самом-то деле. Кстати, мы сегодня видели 5-5. 5-5 ретейк. Киты имеются у Леги, но нет дыма. Правда, есть парочка моментал. Примерно такая же ситуация и была. Тоже моменталки были какие-то. Но вот есть Аутиматик, понимаешь, в тэшке. Он вроде не создаёт проблем. Ну, там ещё и Мику своего забрал. Да, но он как заноза в одном месте. По итогу ситуация 3-3. Аутиматик продавил всё-таки казицию короткого. Тут выход на дефолт. Аутиматик. Ещё голова нужна. Но есть голова. Залетает по нефти. И только Легия, но есть киты. И он дефус просто на морозе. Это первый за Энви. О, ещё и наказывает Аутиматика. У-ля-ля. И второй раз, между прочим, выходит на ретейк. И игрок в той позиции остаётся. Да, то есть бомба стоит не под короткий. Действительно, не дорабатывает. Наверное, не было такой ставки на Аутиматика, да? Потому что его задача была как-то там поработать. Внести коррективы свои. Но действительно, уже второй шикарный ретейк в исполнении защиты мы сегодня наблюдаем на этой карте. Нефти разыгрался. Нефти? Сумасшедший парень. Нет. Если честно, если нефти разыграется, то... Будет бобо? Это будет больно. Это будет настолько больно, Генжи. Но всё же я почему-то по своему ощущению... Думаю, что Генжи... Заберут. Заберут, да. Последний слот. Можете резко ставить тогда на Эду. А тем временем у нас уже наказывают того самого Нифти. Туда же ещё и Миху. И, казалось бы, были вот только-только в меньшинстве Генжи. А сейчас они комфортненько занимают короткий. И вроде как никого нет. Ну и поактивнее начали действовать команды. Это уже, по крайней мере, радует. Потому что видно, что есть уверенность в своих действиях, да? И знают чётко, куда можно выйти, что можно сделать. Перейдяшка сейчас двойки в короткие. Но посмотри, до сих пор Гзист где-то находится под Т-шкой. Один игрок вообще банку просматривает. И пока непонятно, что пытаются изобразить. Я так понимаю, что Гзист сейчас рано или поздно под Б выйдет. Поймёт, что здесь никого. И стянется туда вся команда. Ну да. Гзист выходит под точку Б. Абсолютная доминация. Переиграли. Как тебе вообще UMP? Сейчас... Я вообще с него не играю никогда. Я не знаю даже... Точно так же. Никогда его не брал. А когда я его подбираю обычно, то это забей. Просто когда-то это же реально имба была. И абсолютно все игроки пользовались данным оружием. Когда-то всё было имбовым. Нет, ну вот... Тег был имбой, и Фейв Севен был имбой, понимаешь? И Аук был имбой, и Крик был имбой. Это всё было имбой. Вот калаш только, понимаешь, никогда не меняется. Калаш как был имбой, так и остается. Для меня просто удивление, когда до сих пор ты видишь этот девайс. Ну ладно ещё в защите, но когда его в атаке берут... Бизончик вы добавили. Нет, ну это понятно, что это исключение, там, точечно. Какие-то игроки могли себе это позволять, да? СНАКС, например, во времена Виртуз Про, по-моему, один из единственных, кто на, там, тир-1 уровне брал Бизон. Но вот сейчас, допустим. Так. То есть мы уже знаем, да, то, что UMP такой себе фармганчик. Но бывает, его берут в атаке. Не знаю, ты что хочешь, чтобы я... Что тебе сказал-то? Я не знаю, почему они его берут. Ну, удобно, наверное. Шарят, может, что-то, что мы не понимаем. Я просто никогда с ним не играл, и я вообще в целом не понимаю его смысла. Ну, он определённый есть, наверное, раз его берут. Два скаута появляются в защите. Кстати, опасненько. Как они пикают. Оп, Михо, в деле. И пошёл дальше. Стрелки, конечно, военными жёсткие. Палец в рот не клади. Сейчас Михо ещё попробует пикнуть здесь игрока. Возле банки и попадается прямо на прицел к нему Крис. Ну, а теперь время БНТ. Правда, ненадолго. Три головы от Михо. Знаешь, это тот самый Михо, который когда-то был, да. Одну из... Ну, именно на польской сцене. Восходящей звезды. Да, да. И казалось, что вот он... Да, его подписали в Virtus.pro, когда он, на самом деле, на старте очень жёстко играл. Но там, в целом, всё было очень плохо по дисциплине в ВП. Я считаю, что эта команда проиграла и развалилась только чисто из-за дисциплины. Потому что индивидуально игроки там были очень сильные. И Сначи, и Снакс, да. И многие другие, которые туда попадали. И Михо тот же самый. Но вот дисциплины им не хватало. Попытка выйти по точку Б. Легия со Скаутом. Кстати, он один здесь. Два ближайших его тиммейта на центре. Ну, и он ждёт. Поэтому и ждёт. Тиммейт успевает подойти, естественно. И Легия сейчас... Рано или поздно будет пикать, наверное. Там со спины Михо залетает. Чётко всё сделал Легия. Просто закрылся. И всё. И не открывается. А один игрок его всегда должен держать на прицеле. Потому что рано или поздно ты понимаешь, что он всё-таки появится. В твоём горизонте событий. Ну, и 2-1. Тут же Форсбай проигранный. В общем-то... Одному мифу, можно сказать. Просто сумасшедший трифт Прага. Действительно. Красиво. А самое главное, уверенно. Да, в первый минус, да. Не побоялся пойти дальше. Да. И опять у нас эти перестрелки постоянные со Скаутов. Это Болдорс и Миддл. Отвечают снова Генжи своим уже Форсбайом. Не хотят они отпускать на экономику Энви. Есть один АК-47. Также Галил присутствует для Криза. И занимает центр. Кстати, чувствует что-то Миху. Приходит уже на помощь, на укрепление. А, ну тут так, наверное, кусты. Не тот, конечно, пистолет, не тот девайс, который хочется увидеть на руках. Миху под флешечку, под моменталочку хорошо пикает. Ну и вот... Генжи посыпались немножечко. Но основные девайсы-то у них на руках остались, да, если честно. У них и Калаш и Галил сейчас. То есть можно что-то навязать, если дать парочку безответных фрагов. А пока вообще не клеится. Полностью проигрывают любую перестрелку. Ну и если Миху будет продолжать в таком же ключе... Такое ощущение, что он кураж какой-то словил, да? Приходит уверенно один фраг, второй фраг. И снова тяжеленная ситуация для оставшихся игроков. Да, без шансовая ситуация 2 в 5, что уж тут говорить. Ничего ты уже не сделаешь, скорее всего. Просто вразмен заберут и количеством задавят. Вот то, что теряет девайсы, наверное, сейчас, это неприятно и не нужно. Но зато Калашников плюсом. Можно его дропнуть тиммейтом вниз, там, попытаться. Окей, это не имеет значения, потому что сейчас Генжи будут делать полный экономический. Денег у них нет по 2000 на банковских счетах. Нужно будет какой-то быстрый раунд, возможно, с попыткой установить бомбу. Но в целом это повод для Энви укрепиться по счету. Причем хорошенько так. Четвертый, да, 4-1. Счет очень приятный, учитывая, что ты играешь в защиту. Ну и плюс твоя экономика начинает потихонечку прогрессировать. Но какая-то задумка в любом случае есть сейчас от коллектива Генжи. Так как мы видим флешку. И под нее Кусто будет запускать своих тиммейтов через банку. Принимать все это дело будет снова только один Томас. Его тиммейты уже прожали короткий. Пытаются найти фраг по нижней тэшке. Флешка на готове. Ай-яй-яй, смотри-ка, как на удивление вылетает Крис Томас. Начинает все это дело обрабатывать квадрокилл в его исполнении. Но с пятым не справляется. Ну, Кусто заберет сейчас его девайс, конечно, себе. Но, я думаю, на раунд-то не повлияет, я уверен, точнее. Нефти может забрать. А где девайс? По ощущению, что Кусто не может его найти или что? Да. Все, нашел, наконец-то. Там нифти может забрать вместо скаута и купить себе ВП. Это вообще здоровский, на самом деле, обмен, скажем так, оружиями. Но для этого нифти нужно подойти. Парный пик! Ой, какой спрей-контроль! Хотел двоих сразу. То есть вот так вот, круголя дай, да? А представь, вот когда у тебя просто не летит, да? Ну, ты не можешь законтролировать свой спрей, а случайно раз и минус два. У меня только атака бывает, я по-другому не могу минус два дать. Только шара. 4-1. И сейчас девайсы появляются у Генжи. Главное, чтобы были какие-то идеи. Мы видим, что авика у них нет в атаке. И это, конечно, неприятно. Но, в целом, нет. Когда-таки Легия себе купила ВП. Очень интересный момент, что Легия именно играет с авикой. Забавно, действительно. Но врывается Крис на хорошем тайминге. И Томас снова на фулл-фокусе. Ну, Крис что там, сам себе, что ли, гранат накидывал? Я не понял. Ощущение, что тиммейты ему особо не помогали. Выход быстро агрессивный в миддл. А здесь скаут. Эх, если бы было ВП. Но он в нифте абсолютно не имеет значения, что у него на руках. Вышел игрок Доблдорс. А где прикрыть это? Почему закрылся в тайминг-то, игрок? Какой тайминг сейчас? И сложнейший ретейки, на самом деле. А есть флешка. Есть флешка. И Бентед ждет ее. Ой. Ай-яй-яй. Тематик. Ну, не прочувствовал, что уже Миху здесь. Ну, тут уже, конечно, без шанса. У меня вообще складывается ощущение, что Энви, так, чик, что Энви сейчас, я не знаю, какие потусторонние силы им помогают. Так я тебе говорил, Энви выиграю. Ты что, забыл? С сценарий первого. Ну, ты посмотри. Первый валь. И Томас начал жестко играть. И Миху раскрывается на весь свой максимум. Они такую игру подтащили на карте, Данюк. У них сейчас плюс эмоций. Плюс розыгрыш. Они, возможно, кстати, такие довольны, потому что участвуют в pinflash.gg в розыгрыше на сайте. Для этого, ребят, просто переходим на сайт, естественно, который я только что сказал. Регистрируемся с промокодом flashpoint.ru и вносим депозит в размере 10 евро и более. И вот кто это внес, тот принимает участие в розыгрыше этих крутых ножей, которые мы сейчас видим на экранах. На следующей неделе будет еще один крутейший приз, но о нем мы пока что не знаем. Самое главное, что шансы действительно хорошие. Да, там мало людей участвует. Копейки. И если вы любите вот так вот где-то, я не знаю, поучаствовать, да рискнуть, так сказать. Просто ты ничем не рискуешь. Ты ничем не рискуешь. Ты эти же деньги ставишь на ставки, если выигрываешь, выводишь их и все. Ну и у нас есть интересное решение. От команды Envy. Дали себе не реализовать свою подсадку. Но до фрага дело не дошло. И, кстати, у Envy уже сразу две снайперские винтовки. Это жестко. Нефти со скаутом-то такое вытворяет. Что будет делать с АВП? Вообще загадка. Ну и Ген-Жи. Раунд такой надежды больше. Все-таки. Девайсов толковых нет. Только калаш и скаут. Перетяжка в короткий. Плюс игрок люркует там на миле. Интересно. Здесь я купил дигл и гранатку. Но успевает откинуть молотов. Полетел за ним куста. Михо действует с подъема. Беспречная работа. Стрельбан прям решил широко открыться. Пока позволял ему стрельбан найти еще фраг по ПНТ. Вроде как в комфортном большинстве. Игроки Envy находят на центре Xista. И только у тематик 1 в 4. Но есть возможность обновить бомбу. Ать. А у него скаут. Нужно еще Томаса подзбрить здесь. Вот. Интересно, да? Вот такой момент. Я сейчас просто так вот прикинул. Ты покупаешь себе дигл и хае. Вот ты бы какой выбор сделал? Дигл или хае? Ну, он нет. Дигл и хае. И гранату бы. Почему не смог? Ну, к примеру, вот я так сейчас. Просто, просто, да. Вот, то есть. Наверное, расчет на то, что если как-то по стрельбе не залетит, но ты поймешь, что попал. Закинуть хаешку за воротник. А, ну тогда ясно. Все. Логика, в принципе, понятна. Не имеешь вопрос? Да, все. Вопрос снят. Вопрос полностью уходит в помощь знатоков или как там? В пользу знатоков. Две снайперские винтовки у NV, тем не менее, до сих пор. Тем временем. И Automatic попытается ответить. Контроль. Медленный. Ну, это даст два. Здесь вот реально, здесь я... Это уместно. Да, здесь это уместно. Действительно, поиграть от дефолта, пособирать инфу, да, попытаться там где-то за счет гранат зайти, дать размены стартовые и так далее. Пока все, в принципе, неплохо делают динжи. И похоже, что будет какой-то, знаешь, сплит точки B в этом раунде от атаки. Да, пока что вроде как и контроль присутствует, но вот просматривается такое. В любом случае, нужно занимать короткий, показать, что мы здесь есть, да, и сдерживать на себе как можно больше игроков по точке A. Все же, я бы, наверное, вышел по точку B. За подъем у нас отвечает Легия. Вот, посмотри, как действует N, да, вот они именно лонг принимают вдвоем постоянно. То, о чем мы с тобой говорили. И даже если сейчас сместится, например, не в те, они все равно останутся там вдвоем. Там немножко другие расклады были, если ты про форс говоришь. Там у форс постоянно игрок стягивался на сити, оставляя их вдвоем. Я об этом и говорю, что даже если сейчас уйдет отсюда Легия, они все равно будут вдвоем здесь. Все же поверили, под выход по точку A полетели смоки, будут врываться на точку A. Ген-Джи, ну и пройдут ли Легию. Мой классный забайтер, новый истрел, прям идеально рассчитанный пиксель. Ну и три игрока сейчас на позиции длины. Неприятно это для Ген-Джи, но как выбить короткий теперь? Миничный ствол. Там люркер есть, Крис. Это Текелек, скорее всего, подставится. Полетели флешки, находят позицию к Зиста. Вроде как большинство, но Мику на кураже просто каждый раунд практически дает по два-три фрага. Тоже неплохие, слушай, снайпер-то в упоре не сыграл. ДВП уже на ретейке, это не так здорово смотрится. Но тапчиками, тапчиками по алтиматику попасть. И нет, алтиматик не позволяет. Хорош, Ген-Джи. Ген-Джи-то, да, хороши. Но при всем при этом Энви смогли накопить те самые ресурсы, да? Чтобы сейчас снова повторить раунд с двумя снайперскими бинтов. Он с него поговорил, Миху дал. Не, Миху здесь, конечно, врывается на суперуверенности. Возможно, даже где-то, знаешь, широко открывается. Под несколько позиций. Польская кровь дает о себе знать. Такой горячий игрок. И воспользовались сейчас респауном. Ну, в итоге там в полудреме, в полублайнде, ребята в плюс для себя размениться. Миху дальше давит. Чего не боится? Заходит просто к Зисту по пятам. Акзис специально его забейтил. Как же забейтил? Харе бейтить, говорит. Вот именно забейтил, понимаешь? Не забайтил, а забейтил. Потому что настолько примитивный бейт был. Я убежал, и шифт включил. Сейчас, возможно, наоборот будет. Томас их забейтил. Кстати, да. Непонятно, кто кого забейтил в этом раунде. Томас здесь в упоре смотрится перспективно. Ай. Первый раз ел. За воротами снайперская винтовка от Аутиматика. Это жестко. Просто без прицела. Это было красиво сейчас от Аутиматика. Тут вообще не поспоришь. Но одного фрага будет недостаточно. Да там вообще забейт. Там три девайса. Три игрока по 100 хп. Две снайперские винтовки. И в целом полностью контролирует полка. У него АВП, понимаешь? Пока у него есть АВП на руках, есть какие-то шансы. Тем более, он двигается через три спауна, насколько я понимаю. Нет. Сейчас посмотрим на его шансы. Ну а пока действительно устремляется через короткий по точку А, где два игрока. Заметил игрока в нижний и... Такое интересное решение. И смог хотел просочиться. Классно все делал на самом деле. Понимал, что тут либо как-то удивлять, либо ничего не получится. Семерочка для Энви. Седьмой раунд. И экономики нет, по-моему. Наверное, это пока самая внятная... Карта всех? Нет. Самая внятная игра за защиту на карте КС-2, которую мы видим в последнее время. Где действительно доминирует защита. То есть у них все, есть какие-то идеи, да, получаются. В нужный момент где-то как-то, например, отдают что-то, да, потом выходят на ретейк. Ну у них есть картинка, понимаешь. То есть они отдали короткий, но лонг у них под контролем. Никто не умер, они все втроем на лонге. Об этом я и говорю, да. Есть какие-то верные решения. И пока что все действительно получается у ребят. Ну и вот поджим верхней Т-шки. И тут, похоже, бейтит гзист. Ай-яй-яй. Развели. Так в итоге кто бейтил-то? Да непонятно. Разворот под короткий. Да, но, опять же, выйти туда не так просто. Гранат там поменил. Ну хотя гранат достаточно, в принципе, чтобы раскидать. Но ты понимаешь, что только что собрали инфу по Т-шке, и скорее всего у вас здесь столько и принимают игроков. Ой, какая ХЕ-шка может сейчас залететь? Мивилирочка. А если бы еще и Легия чуть дальше закинул, тут бы, наверное, вообще по ХП были бы. Была бы печаль беда. Ну и заставляют сделать снова паузу. Ох, там позицию гуся постараются спрятать. И Легия тут стоит. Не просто байт, а действительно спрячут позицию Мику. Еще и фраг сразу же получается дать Легии. Ай-яй-яй. Прилетает Молотов. Не прочувствовал, Легия, что подошли уже убор игроки и промах, но тут есть, как ты и сказал, коварнейший мишка, который сейчас просто забирает двоих, третьего увидел, все, а есть, и Келикс его не прощает. Тетабейт. 8-2. Это ювелирная игра. Это действительно вот... Кайфуешь ты, да, смотришь? Кайфую, да. Это не просто байтом, знаешь, с подъема, а вдруг не проверят гусь, да? Тут действительно сделано все так, что его нереально проверить было. Ну и мишган не подвел на самом деле. Ох, Томас-то разгорячился. Говорит, ребята, сейчас все у нас будет вообще здорово. Осталось добить просто эту раненую птицу. А она действительно ранена. Пацаны, на буткемпе. На решающей карте. С коучем сидят. 2-8 проигрывать. Буткемп, по-моему, у них там в компьютерном клубе, что ли, где ходят. Или это такая просто... панорамное окно такое. Ну, может быть, офис какой-то. Ну. Да, ребята действительно идут к своей победе. Медленно, но верно. И нет экономики для генжи. Нужно покупать только что-то не дефолтное. Пистолетики, возможно, где-то формилка. Не то, что даже экономики. Идейки таковых нет. Слишком легко справляются со всем этим Энви. Но вот тут под респаун пробуют сыграть. Тем более, что Томас соло почему-то. Нет, это поздний выход будет. Не самый лучший тайминг для ХЕ-шки от Томаса. Ну, неплохая граната, кстати говоря. Тем не менее, Томас там дэмэджа много. А куда полетел автоматик? Ну, у него Тек-9. Он может попробовать перестрелять сейчас. Ну, хорошо. Работает Легия. Минус 3. Просто жесточайшие фраги. Ну, и Миху приходит сюда рабатывать. Просто выстрел был. Они знали то, что авик в любом случае будет пикать. Ну, что делать? Они попытались быстро на ноге пробежать, наверное. Это просто как-то он один побежал. Вот про что я пытаюсь. Ну, другие, может, не хотели быстро бежать. Все понял. Хорошо. Ты что, не понимаешь простейших вещей? 9-2, ну, не знаю. Такое ощущение, что гинжи просто поплыли, если честно. Вот это то, чего я боялся. Что третья карта может быть вот так вот в одни воротах. Не факт, что она еще так вот будет. Ну, пока все идет к этому. Я очень хочу, чтобы гинжи вернулись в игру. Не обязательно выиграть, но хотя бы, чтобы мы увидели что-то подобное, как было на карте нюк. Ведь при счете 15-8 я, если честно, не верил в то, что они могут это сделать. И у нас сегодня по факту выигрывать могут два аутсайдера, да? Матч. Ну, все идет пока что к этому. Да, действительно, просто какая-то... То, чего тяжело было предугадать вообще, в принципе. То есть, что два матча вот таких вот, да, будут? Где переворотная карта будет нюк. И они чем-то похожи, на самом деле, друг на друга. И потом все вот так вот на дасте неприятно для фаворита. Ладно, рада еще об этом говорить. Может быть, гинжи сейчас заберут все эти четыре раунда заподряд, да? И будет еще 9-6. И потом покажут какую-то ювелирную защиту. Но пока, кстати говоря, угадывают снова Энви. Смотри, они именно втроем под б-сайтом. И снова там игрок на стройке прячется, насколько я понимаю. И на себя байтит инфинит. Инфинити. Ой, инфинити. Нефти. Не, инфинити, кстати, прикольная игра. Но в поджиме Томаса уже находят. Инфинит есть такой игрок. Инфинит. Кстати, Томас сейчас, наверное... Погорячился. Погорячился, да. Все, поплыли. Посыпались. Вот то самое, вроде как... То самое укрепление, так сказать, которое могло сработать, да? Не дождалось. Да, в том-то и проблема, что когда ты укрепляешь втроем одну точку, наверное, два игрока на другом сайте должны играть чуть аккуратнее. Наверное, план такой. Заманить все-таки в ловушку в первую очередь. А не попробовать поймать тайминг и обойти. Но, как бы... Как сказать... В защиту Томаса скажу, что, в принципе, поджим был хорош, по идее, по таймингу. Неплохо он. Они ни разу этого не делали. И, как бы, по идее, мог быть и не зачитан. Но, с другой стороны... Ну, видишь, как ты и сказал же, по идее, чтобы справляться в защите, нужно делать какие-то моменты непредсказуемые, да? Может быть, это один из них. Ну, просто немножечко не сошлись карты по таймингу. В любом случае, нам, как зрителям, это на руку. Мы понимаем то, что это уже третий раунд для Гинджи. И... Они могут только набирать обороты. Сейчас зацепиться за следующий, за пятый. А там уже, как карта ляжет. Ну, а для этого нужно перебить экономику команды Энви. Хотя, они практически это смогли уже сделать. Один раунд остается взять. Опять два авика. Опять хороший пул по гранатам. Киты. Все имеется. Здорово. Легия. Легия очень хорош на этой карте. Да, конечно, Миху там просто сумасшедшая какая-то статистика. 18 на 5. 18 на 5. Но фраги от Легии мне были по душе. Ну, и Гинджи пока начинает все по накатной. Двойка идет короткий. Один контролирует банку, один Тэшку. И сейчас будет под раскидку Гзиста, скорее всего, забегать. Опа, здесь опять поджимчик. А там никого. Только в нижней Тэшке Гзист. При этом еще и центр вроде как в любой момент сможет ворваться Миху. И он слышит эти гранаты. Так, ну, вот интересная дуэль. Ать. Идеальная позиция Гзиста. И вот, кстати, да, тот самый момент, когда СГшку сейчас увидеть, ну, крайне редко можно на карте. Но, тем не менее, уже реализовать смог. На таких дистанциях-то, на самом деле, СГ очень неплохой девайс. Ух, вот здесь погорячился подставляться, конечно, под снайпера. Ну, а кто ж знал. Ситуация 4-4, 49 секунд. Куда-то полетел Миху. Ну, окей, халява. Плюс падает нефти. Слышит снайперскую винтовку. Также понимает, что здесь поблизости и второй игрок. А, 2 в 2. Но при этом ретейк по точке Б. Предстоит. Как будет играть Куста, интересно, останется ли он здесь на даблдорсах, попробует пикать. Или пойдет на прикрытие своего тиммейта. Позиция шикарная для того, чтобы попытаться найти фраг и потом быстро убежать в нижнюю тэшку. Ай, его Томас-то заметил, как жестко вливается дэмэдж через даблдорс. Где он один хп оставился у Куста? Если он с этим одним хп затащит раунд... Ай, там у молотов еще. Нет, не затащит. Все. Ой-ой-ой-ой-ой. Не пьюсь. Леги, кстати, не будет. Не мог до конца это все делать. Ну ладно, это не имеет значения. Десятый раунд за Энви. Но сколько? Три девайса потеряли сейчас, Энви. Но в целом там вроде бы деньги должны быть. Ну и по 7 тысяч есть у Генжи. В принципе, денег хватит до конца этой первой половины. А все это начиналось очень перспективно. Энтри фрага здесь. Потом как-то все растворилось за секунду. И не сказать, знаешь, что Куста как-то сыграл плохо, да? Решение это было классное. Но... Такое ощущение, что, знаешь, хотел сыграть на Верочку. И не стал стрелять, да? И Пиксель выбрал по минимуму. Но Томас просто кровожаден. Уже идет на него выход Михо. Томас это пока что одни из самых сумасшедших игроков команды Энви. Они лонг просто вырывают постоянно. Вот берут вот так рукой, позвоночник вырывают у всех, кто выходит на лодку. Не первый раз они уже дают два безответных фрага здесь. Да, по-моему, всего одна попытка была от Генжи. До этого. Это не то, что одна попытка выйти, а когда они успешно вышли. Это когда Томас там начал гранату в руки брать. Все остальные попытки, они просто здесь падают братской могилой. Ну, по итогу, слушай, неплохо здесь Куста схитрил с этим дымом. Ситуация 3 в 4. И 2-2 стоят по сайтам Энви. Ну, и вот даже сейчас, посмотри, как играют Энви. Они в паре закрывают лонг. И вот не уходит далеко игрок со снайперской винтовкой от своего тиммейта. Ох, как увел прицел. Куста! Вот, и вот тот самый Леги, который дает размен и уходит на лонг. Все. И оставляет шансы на ретейк своей команде. То, чего не было у Форза сегодня. Ну, а у Тиматик, снайперская винтовка, открытая позиция, дуэль против снайпера не самый лучший тайминг. Леги прекрасно реализовывает свой девайс. Ты посмотри, что он сделал. Ты видел, что сделал Леги? Да, он сменил девайс. Да? Да. Ситуация 3-1, все равно сменил девайс. А все почему? Потому что это правильное решение. Потому что он выиграть хочет эту игру, понимаешь? Потому что с АВП на ретейк нет смысла. Я это понимаю, да, действительно. А почему у них все я не понимаю? Сейчас было это круто сыграно. Все это мой герой. Все индивидуально, понимаешь. Каждый вот как чувствует, так и делает. Все прекрасно, понимаешь. Я согласен с тобой полностью. Сыграл Леги просто здесь идеально. Дал один фраг, дал второй. И тут же поменял девайс. Да, безупречная работа. Это никак не... Нет смысла спорить с этим. И как итог, это 11-3. Просто полная доминация на уже решающей карте. Оу, вот это Counter-Strike сегодня. Кто бы мог подумать. А ведь как начинались первые карты? Фавориты просто, можно сказать, без проблем забирали. И этот мув, который делал как раз Форест, да? Я говорю, это со вчера началось. Вчера какая-то из команды точно так же начала делать. Врываться неожиданно под флешку. По трейсерам сейчас можно от Алика отхватить, на самом деле. Так, конечно, рискованный делает мув. Острелами этими. Рискуем, кайфуем. Ну, кто не рискует, тот не выигрывает. Наверное, не попадает в плей-офф. А, ой, я даже боюсь представить, как будет горячо в плей-оффе. Если вот сейчас, вот за последнее место, да, за последний шанс, так сказать. Такая кровожадная борьба сегодня. Тигры, как тигры дерутся. О май гад. Ну, пока мы рассуждаем, уже потеряли трёх игроков команды Ген-Джи. И в агрессию полетели Энви. Принимает всё это дело Томас. За спиной у него был Легия. Экзист уже смог закрыть двоих. Впереди ещё два. Вот это тапчики! Один в один. Экзист тоже сменил девайс, дал эмку себе. У него есть киты, у него есть хе. Ну, экзист. Тайминг, еда упирается всё. Слушай, он близок к тому, чтобы сегодня выйти уже на второй квадракилл. На кого ставишь? Я на экзиста. Я на Экзист. Мне кажется, он сегодня действительно на кураже. По соточке забьём? Это плохо, да, по соточке забиваем резко. Позиция идеальная, братушка. Ай, стрельба подвела. О, соточка плюсом падает мне. 12-3. Полный разгром. На первой половине карты ДАС-2. И нас с вами ожидает второй пистолетный раунд. Заключительный за сегодня. Но это мы увидим с вами буквально через несколько минут. Спасибо за просмотр! geo sunнилось. ДАС-2. 12-3. Продолжение следует... 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 как было в матче Дигнитос и Форзе. Но, тем не менее. У-ля-ля. Это грустно или весело? Нет, это печально. Это печально. Это очень печально. Есть хороший респаун, кстати говоря, у ребят. Сейчас попробуют, возможно, им воспользоваться. Там игрок смог в 10-м лететь. Нет, просто полетели в короткий. Просто на ноге продавить последний раунд. Вот такой план у команды Envy. И план может реализовать себя, потому что здесь только БНТ их принимает. Но позиция шикарная. Уже находит фраг. Потерял при этом половину своего ХП. Ой, там еще и второй полетел. Мы пробили еще и снайпера. Там прекрасно остается. Короткий выбили для себя, окей. Не буду торопиться сейчас, Envy. Можно немножечко потерпеть. У меня есть хорошая возможность сбрить сейчас. Аутематика. Ай, кусте нельзя было погибать. Ой, как нельзя было. И только два фрага отделяет сейчас Envy от победы. Да, битый меху, конечно. Крис, Гзис. Но киты даже есть. Есть смог. А есть ли уверенность? Куда-то Крис, кстати говоря, вот так смотрю, что-то подысчез в этом матче. Я вот действительно вспоминаю. Не блистает этот игрок. Хотя Крис может на самом деле. Ну что, времени все меньше и меньше. Коварная позиция от Келлекса. Один игрок Сити уже погибает. Последний Гзис также падает. 16-3. Уничтожение на третьей карте. Уничтожение на третьей карте.